Я приветствую, братья и сестры! Я предлагаю текст Священного Писания, Второе Послание Коринфянам, 7 глава 1, 1 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Я понимаю, братья и сестры, что у нас вот эта пятница, ну, последняя пятница в месяце перед Вечерей Господней, она посвящена тому, чтобы нам несколько приготовить себя. Приготовить себя. Я хочу обратить внимание, совершая святыню. Святыня. Вот есть что-то особо свято. Вечеря Господня, я так вижу по всему направлению народа Божьего, это особая святыня для верующих людей. И мы должны к этой святыне подходить соответственно. Вот, братья и сестры, мы понимаем это умом, но часто не понимаем сердце. То есть ум это понимает, а сердце остается равнодушным, беспечным. И апостол Павел в этом стихе говорит, имея такие обетования, как бы Павел обращает внимание, вы остановитесь и оглянитесь назад, и посмотрите, что вы сегодня имеете. Вот, братья и сестры, что мы имеем? Дед апостол Павел, кажется, этой же церкви Коринфской, говорит, если вы получили, то почему, говорите, как бы не получили? И если мы что-то с вами получили, мы должны это ясно понимать. Ясно понимать. Братья и сестры, когда я вот смотрю обетование, как написано, имея такие обетования, братья и сестры, мы имеем с вами прощение грехов, мы имеем с вами оправдание, мы имеем с вами усыновление, у нас есть гарантия спасения и вечная жизнь. Мы это как-то спокойно думаем, а так, ну, мы привыкли. Мы настолько к этим терминам привыкли, что мы внутренно, может быть, не обозреваем этого великого богатства, великого богатства, вечной жизни. Люди неверующие просто над нами смеются, говорят, вы ненормальные люди, какая может вечная жизнь? Я хочу обратить внимание, но мы это, если только не тщетно уверовали, если только наше покаяние истинное, и с нами произошла, у нас произошла встреча со Христом, это непременное условие, это истинное покаяние. Почему апостол Павел в одном месте говорит, если вы не тщетно уверовали, если вы не напрасно топчете пороги дома Божьего, а если мы истинно уверовали, это каждый может проверить, это легко очень проверить, братья и сестры, то посмотрите на эти огромные обетования, что Господь обещает нам. И если эти обетования являются моим достоянием, братья и сестры, тогда Слово Божье говорит, совершайте святыню страхи Божьим. Есть в Библии такой момент, братья и сестры, кажется, царь Осия, это благодатный царь Иосия, он стал царствовать после очень негодного царя, который развратил Иудею, и когда он встал, он постарался ходить пред Богом. И однажды ему нашли в Храме Божьем, в Доме Божьем, закон, книгу. И когда принесли, читали его перед ним, он горько плакал, он рыдал. И тогда было к нему Слово Господне через пророка за то, что ты сокрушил свое сердце и плакал предо мною, то то, что я хотел навести, не наведу в твои дни, в дни твоего сына это сделал. Потому что Господь определил уже наказание для этой страны, для этого государства за беззаконие, но вот это сокрушение человека, оно отодвинуло. Вот, братья и сестры, как Господь смотрит на наше внутреннее состояние, не на внешнее. Это Самуил когда-то рассматривал, когда он пришел в дом Есея, Господь, иди, выбери там царя, я усмотрел. И когда он пришел, сидят эти молодцы, ну, наверное, вот этот, вот такой крепкий, нет. А Господь говорит, нет. А потом Господь сказал, ты смотришь на лицо, а я смотрю на сердце. Вот, братья и сестры, наша задача, чтобы нам подойти к святыне Господней, чтобы сердце у нас было нормальным. Как это понять? В Евангелии есть очень хороший пример, это пятая глава Деяния апостолов, когда первая церковь так благоухала, и там написано, у них было все общее, они продавали имения свои, и у кого было мало, не имел недостатка, и у кого было много, не нужно, но они приносили. И вот там муж с женой, наняя с эфира, братья и сестры, они верующие люди, они подобны нам, может быть, даже выше нас, потому что они продали землю. Вот если бы сегодня пресс-фитер прогласил, братья и сестры, продавайте свои дома, приносите сюда, все будем жить здесь, все общее. Побежали бы мы продавать свои дома или имения? Нет, я не думаю. А он это сделал? Вот, братья и сестры, обратите внимание, как Господь смотрит на искренность, на сокрушение сердца, и когда они это все сделали, ну, дьявол всегда искушает. Я так даже думаю, и когда они шли, и не шли, это серебро, может быть, так на плечах. А дьявол говорит, что вы, все хотите отдать? А завтра темный день? А завтра горе? Как у нас завтра? Без работы останешься? Ну, ты можешь половину отдать, половину оставь? Вот, братья и сестры, казалось, такая хитрая мысль, и Анания так сделал, в согласии с Афирой. Вот я просто хочу показать, что значит отношение к святыне. Они жертвовали для Господа, для дела Божьего. Это святыня. Что характерно, Петр сказал, «Анания, то, что ты имел, не в твоей ли власти находилось?» То есть ты мог сказать, я вот продал там за талант серебра, вот половину таланта я отдаю, а половину таланта оставляю себе. Все нормально, твое право, это твое серебро, это твоя земля, ведь я не думаю, что все продавали. Но за обман, за неискренность подхода к делу Божьему мы видим, что случилось. И это не кончилось, когда Анания пал бездыханным, через время приходит жена, и Петр снова говорит, что ты скажи, за столько, как это вы согласились искусить Духа Святого? Вы солгали не человеком, а Богу. Вот, братья и сестры, вот эти места показывают, как мы должны подходить к святыне. Вот я лично понимаю, братья и сестры, вот вечеря должна нас как-то преображать. Когда я подхожу вот к этому хлебу и вот к этому чаши, у меня должен быть какой-то трепет. Трепет. Нет, мы не понимаем, что этот хлеб превратилось в тело. Мы понимаем, что это юридическое понятие. Хлеб остается хлебом, и вино остается вином, не кровью, но это символ, который установил Христос. Сие творите мое воспоминание. Поэтому сегодня, братья и сестры, я хочу обратить внимание, тут есть даже прекрасный, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа. Это наша подготовка, братья и сестры, это условие. Обетования приходят от Господа, Он нам дает эти обетования вечную жизнь, оправдание, прощение, усыновление. Помните, в первой главе Иоанна, Он дал власть нам быть детьми Божьими. Ух, как это сильно звучит. Это нам, грешникам, бывшим, помилованным, дал право быть детьми Божьими. Так вот, получив это право, теперь Господь что-то хочет от нас. Очистим от всякой скверны, плоти и духа. Я понимаю, плоти и дух, это два, это внутреннее состояние и внешнее состояние. Скверно плоти, это внешнее видимое, это наши поступки, наше поведение, наши слова, наша одежда, наше украшение, это все, что у нас люди видят. Как мы поступаем? Как мы поступаем? Скверно. Это греховное действование. Это внешнее. Скверно духа, самомнение, гордость, напыщенность, превозношение, греховные помыслы и вожделение. То, что воюет внутри. То, что никто не видит, не замечает, скверно духом, духовной жизни. Так вот, братья и сестры, очистим себя. Это первое, к чему мы должны подойти. Вот, братья и сестры, я просто вам так сегодня как бы исповедуюсь. Я вот когда-то был пресвитером, старшим пресвитером. Жизнь настолько текла, так быстротечно, некогда было остановиться. Все надо было делать, делать бегом на машине. А вот теперь, когда я приостановился с магистральных скорых путей на тихие дороги. Вот, братья и сестры, я вам свидетельствую. Вроде и старость пришла, вроде нет техискушения, нет проблем никаких. Но я стал больше видеть в себе недостатков. Я стал больше видеть. Они постоянно предо мною. Вот это еще. Вот это посмотри. Просто, когда мы себя не исследуем, самих себя испытывайте, самих себя исследуйте. Вот, братья и сестры, когда мы подходим к этому состоянию, то Господь непременно нам будет открывать. Я так понимаю, чем мы ближе подходим к Господу Иисусу Христу, тем больше открывается наше состояние. Мы читаем, Петр уж такой был пылкий ученик. Уж так он как-то казалось, там был первый человек. И Господь Иисус признал, Петр камень на всем камне. Но вот, когда он в лодке проповедовал Петра, проповедовал, а Петр как хозяин, я даже представляю, он стоит сзади Христа, он хозяин лодки. А когда Христос кончил, говорит, это плави, вот туда, на глубину. Закиньте. Да мы шлавим. Закиньте. И написано, поймали такое количество рыбы. И тогда Петр пал пред ним, говорит, «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Петр вчера-то был негрешный, вчера-то был очень праведный, а сегодня грешный. Это состояние, когда свет Христа, он освещает нас сильнее. Это когда мы следуем Писание, это когда мы молимся, когда мы сокрушаемся. Вот помните, кажется, Исайя говорит, «вот на кого я призрю на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Я призрю на него». Вот, братья и сестры, нам это необходимо подходить к святыне, святыне, совершая святыню в страхе Божьем. Вот Давид, посмотрите, говорит, «Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом, почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Это братья и сестры к нам? Давид это четко понимал. Вот почему, когда он сделал грех, он говорил, «возврати мне радость спасения и Духа Святого Твоего не отмени от меня, не отними». Он понял, что катастрофа может произойти. Я сегодня хочу направить наши мысли, братья и сестры, к тому, чтобы, подходя к вечере Господней, у нас сегодня как бы внутреннее исследование. Вот мы сейчас клонимся на колени, братья и сестры, или просто так, как по привычке. Аминь, сел, встал, поставил снова. Дальше что будет? Или мы остановимся. Помните, 138-й Псалом говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот это нам сегодня надо. Апостол Павел в послании к евреям говорит нечто подобное. «Итак мы» – это евреям 12 глава, 28-29 стихи. «Итак мы, приемле царства непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Вот, братья и сестры, вот этот 29-й стих, что Господь Бог есть наш огонь поедающий, мне кажется, надо убрать. Вроде это от Ветхого Завета идет. Там очень строго было, если ты нечистоте приступаешь к жертве, если ты дерзаешь идти в храм, Бог может тебя покарать смертью. Помнишь, 250 человек вышли с кадильницами, и написано, не спал огонь с неба, и попалилы. Это был суд такой, мгновенный. А здесь, в Новом Завете, апостол Павел пишет нам, «Бог наш есть огонь поедающий». Просто, братья и сестры, Господь медлит. Описано, не скоро совершается суд над худыми делами человека, от того-то не страшится сердце человеческое делать злое. Как-то по привычке, по инерции Господь хочет, чтобы мы это делали в духе. Помните, Самарянки, Христос сказал, что наступает время, когда поклоняющиеся Ему будут поклоняться Богу в духе, и истине таких поклонников Бог ищет Себя. Когда я читаю, братья и сестры, евреям пятую главу, седьмой стих, там говорит о нашем Господе Иисусе Христе, я не все понимаю. Там написано, что Иисус Христос в одни плоти, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение. И не все понятно. Он Сын Божий. Он имел власть, Он сотворил этот земной шар людей, Он участвовал в этом. И вдруг Он сильным воплем, Он был услышан за свое благоговение, Он благоговел пред Отцом. Это пример для нас. Где-то, мне кажется, в Евангелии от Иоанна, когда Христос уже открывал своим ученикам отход свой, Он сказал такие слова, «Никто не отнимает у Меня жизнь, Я сам отдаю ее, имею власть отдать, и имею власть принять». Такую заповедь я получил от Отца. Как будто все понятно, как будто там на небе еще, знаете, до сотворения мира Господь Иисус имел договор с Отцом. Я так и понимаю, это было когда-то, еще нас не было, что вот согрешит мир, и Иисус Христос, я пойду согласен умереть, спасти, быть жертвой. И Он получил заповедь от Отца, что возвратись к жизни. Ну, казалось, что переживать, но в одни плоти Он сильным воплем и слезами молился. Это пример для нас, братья и сестры. Я просто призываю нас всех к тому, что мы стоим перед Богом. Вот почему, когда мы принимаем вечерю, братья и сестры, написано, я знаю, присвятера, порой к присвятерам подходят, братья, вот у меня там что-то не так, как я могу участвовать в вечере Господней? Я это много встречал. И обычно присвятера говорят, а ты проверь себя, ты будешь ответственный пред Богом, ты будешь. Каждый несет в вечере Господней ответственность за свое отношение и участие в вечере. Там написано в 11 главе 1 Кореи, кто не рассуждает, виновен будет, братья и сестры. Так написано. Поэтому вот подходя к этой заповеди, для чего мы сегодня собираемся помолиться, Господи, испытай, проверь, просмотри. Я хочу трепетать пред тобою. Вот, братья и сестры, я сам созну, не хватает этого трепета. Вот хочется трепетать. Ну как, откровение читаешь, там Иоанн, когда увидел Иисуса Христа, он пал как мертвый. Сколько я живу, еще не видел, чтобы кто-то падал пред Богом, как мертвый. Не видел таковых. Мы как-то все, мы думаем, что мы что-то особое. Поэтому пусть нас Господь благословит. Мы будем молиться. Я просто призываю вникнуть в свое состояние. Вникнуть. Я повторяю это место. Так мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Пусть Он нас благословит в этот час, чтобы наше сердце отворилось пред Богом. Аминь. Аминь. Аминь.